Друзья мои, я вас приветствую на своем канале и информация для новых зрителей, потому что подписчиков становится все больше. Я занимаюсь проверкой автомобиля перед покупкой японской автомобилей в городе Владивостоке в Приморском крае. Проверка автомобиля у меня стоит 2000 рублей. Вы можете заказать просто разовый осмотр автомобиля, вы можете заказать поиск автомобиля под ключ, вы можете приехать в город Владивосток и мы вместе с вами выберем автомобиль. Проверка автомобиля стоит 2000 рублей, поиск автомобиля стоит 15000 рублей. Мой телефон указан под каждым видео и в описании канала. Точнее авторейнок зеленый угол он стабилизируется, он приходит в норму, покупателей становится все больше, машины начинают активнее, с каждым днем все активнее и активнее покупать, потому что ценник он реально падает. Да, продавцы продают автомобили в минус, но это рынок, это жизнь и от того, что случилось, никто не застрахован. Следующий момент, я начинаю разбираться с Яндекс.Зеном, все помнят ролик про компанию, про якобы компанию Автозаказ 125. Так вот, друзья мои, я нашел канал, который называется Автоподбор25. Автоподбор25, да, там мое описание, мое описание, мой номер телефона и мой старый-старый-старый инстаграм. Честно, я не понимаю, в чем подвох. Реально, понять не могу, то есть кто-то туда выкладывает мои видео. Кстати, я сделал канал на Яндекс.Зен, вот ссылочку вставлю в описании, поэтому поддерживаем, подписываемся. Не знаю, что будет с Ютубом, опять, опять все у нас утихло, вот, но будем надеяться, будем надеяться, что будет все хорошо. Чтобы заказать проверку, кстати, кстати, еще раз возвращаюсь к теме. Машины смотрим на сайте drom.ru, авито, автору, отметаем. Если вы скидываете автомобиль с авито, с автору, найдите его на дроме. В городе Владивосток, напоминаю, всего там 2 или 3 компании, которые не выкладывают объявления на дром. По каким-то там причинам их заблокировали. Вот, авито по большей части разводов. Вот пример, буквально, то буквально на днях. Созвонились, и подписчик созвонился, и клиент созвонился, и я созвонился, да. Я приехал на смотр автомобиля. Кстати, не в город я приехал на смотр автомобиля. Вот, звоню, я сказал, что буду там, да, через полчаса. Звоню, а человек трубку не берет. Просто не берет трубку с моего номера телефона. Я перезваниваю ему с другого номера телефона. Да, пожалуйста, блин, машина продается. Приезжайте, проверяйте, смотрите, делайте, что хотите с автомобилем. Машина стоит, внимание, на 300 тысяч. На 300 тысяч она стоила дешевле, чем по рынку. Поэтому бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Комментируем, подписываемся, подписываемся на Яндекс.Зен. И, собственно, смотрим, что произошло с ценником. Идем на авторынок. Итак, нахожусь на одной из стоянок, авторынка Зеленый угол. По большей части, наверное, сегодня возьмем такие бюджетные автомобили. Продается Honda Inbox, 17-й год. 4 балла статистика. Стоимость автомобиля 735 тысяч рублей. Рядом стоит Toyota Tank, Toyota Rumi. Автомобили одинаковые. 2018 год, 830 тысяч рублей. Объем двигателя здесь 1 литр. Note, e-Power. 2017 год, 1 миллион 280 тысяч рублей. Toyota Pass, комплектация мода. 2018 год, автомобиль 4WD, стоимость 795 тысяч рублей. Сейчас вам покажу такой один очень интересный экземпляр. Я сначала не поверил, сколько он стоит. Но, поверьте, это действительно так. Это VISH 2 литра. 1 миллион 850 тысяч. Ну, как говорят, стопроцентный аукцион, 4,5 балла. Пробег 40 тысяч. Судя по аукциону, автомобиль идет полностью целый. Ну, конечно, за VISH практически 2 миллиона. Космос, ребят, космос. Итак, Note, 2017 год, 5 камер, климат-контроль, Xenon, 860 тысяч рублей. Рядом стоит Days. Days, ну, Mitsubishi, это то же самое. 2016 год, 555 тысяч рублей. Все, Dinky Car, 2014 год, 4WD, 570 тысяч рублей. Следующий автомобиль, это Suzuki Swift RS, гибрид, 5 камер, 870 тысяч рублей. Вон там у нас спрятался VITS. До 2008 года выпуска, 620 тысяч рублей. Объем двигателя 1 литр. Tereus, 10-й год, 4WD отключается, 675 тысяч рублей. Машины стоят плотничком, люди действительно появились. Машину начинают покупать. Редкие, довольно редкие экземпляры. На авторинке зеленый угол. Nissan Coupe. 2017 год, серый цвет. 885 тысяч рублей. Они все идут полуторалитровые. 2017 год, 820 тысяч рублей. Такой своеобразный, интересный автомобиль. Знаете, как такая коробчонка. Не нравится его салон. Ну и вообще, для Nissan это такой. Комфортабельный автомобиль, я бы сказал. Nissan NV200. Кстати, что-то он, по-моему, он стоил под миллион триста. Так же, как и Ванет рядом. В данный момент он стоит, в данный момент он стоит 1 миллион пятьдесят тысяч рублей. Вот эти автомобили, опять же, по-моему, с 2018 года пошли не 4WD. Но это штучные такие экземпляры. Реально штучные. Кстати, вот два конкурента стоят. Nissan NV200. Есть Delica D3, да? И Nissan One-Ed Mazda Bonga. То есть, многие задают вопросы, что лучше взять. Либо NV-шку, либо Mazda Bonga. По мне, это, конечно же, лучше брать NV, потому что автомобиль такой, как сказать, более солидный. Да, выглядит. То есть, и семьей куда-то можно поехать, и просто по городу покататься. А здесь чисто для бизнеса, для работы. То есть, что-то возить, перевозить какие-то грузы. Ну, и, конечно же, они отличаются по цене, да, от комплектаций. Следующий, следующий. 585 тысяч рублей. Видите, ценник потихонечку, потихонечку приходит, конечно, в норму. Mitsubishi Pajero, восьмой год. Вот двигатель турбированный, шестьсот пятьдесят тысяч рублей. Свежий Prius стоит. Посмотрите, какой красавец. Так, а вот ценника я на Prius не вижу. Соль его стоит в восемьсот шестьдесят тысяч рублей. Четырнадцатый год, объем двигателя один и два литра. Четыре ВД. Fit стоит в восемнадцатый год, объем двигателя один и три литра. Один миллион сто тысяч рублей. Ну, возможно, возможно, на данную модель, данный экземпляр, да, ценник еще не скинули. Lexus одиннадцатый год, один и восемь. Один миллион двести семьдесят тысяч рублей. Рядом стоит Toyota Corolla Fielder. Гибрид. Так, ценника не вижу. Ну, вот рядом у нас стоит еще один филдер. Он семнадцатый год. Гибрид. Один миллион сто восемьдесят тысяч рублей. Выкладывают аукционный лист. Но, в любом случае, нужно проверять. Кстати, я возвращаюсь еще раз к теме, да. Друзья мои, вот то, что я хожу, снимаю вам автомобили, показываю вам аукционные листы. Я эти машины не проверял. То есть, любой автомобиль нужно проверять. Кстати, у нас тут новость такая. Зеленку закатали в асфальт, сделали прям автостраду. Нужно пешеходные переходы делать. Смотрите, какой стоит красавец, краун. Три с копейками будет стоить. Вот, кстати, еще один кубик стоит. Семьсот пять тысяч рублей. Девятый год. Пробег сто девятнадцать тысяч. Еще один стоит. Сто тысяч пробег. Тоже стоимость автомобиля семьсот пять тысяч. Давайте посмотрим на крауна. Три миллиона триста восемьдесят тысяч рублей. Согласитесь, красавица. Пройдем немного вглубь. Тойота Триус. Двенадцатый год. Один миллион девяносто пять тысяч рублей. Филдер, старый кузов. Это у нас передний привод. Одиннадцатый год. Четыре балла. Девятьсот шестьдесят пять тысяч. Субару Трезия. Ребят, я напоминаю то, что есть аналоги. Субару Трезия от Тойота Рактис. Полностью одинаково автомобили. Вот, смотрите, видите? Автомобиль идет в Субару. Субару. Вот так. На стекло идет Тойота. На семьсот тридцать пять тысяч рублей. Триус. Данный автомобиль, он пробежный. Двенадцатый год. Они все идут с объемом двигателя 1,8 литра. Стоит он восемьсот пятнадцать тысяч. Аква. Один миллион десять тысяч рублей. Фит. Гибрид. Семнадцатый год. Пробег семьдесят семь тысяч. Один миллион восемьдесят пять тысяч рублей. Пятьсот шестьдесят пять тысяч. Тойота Си АЧР. Восемнадцатый год. Пробег пятьдесят шесть тысяч. Один миллион шестьсот пятьдесят тысяч рублей. Также, друзья, у меня есть услуга такая, когда мы встречаемся с вами на авторынке, и начинаем с начала рынка. Идем с вами по всему рынку и смотрим, выбираем вам автомобиль. Допустим, вы хотите фит. Мы обговорили с вами, что вы хотите получить от автомобиля. Это состояние, цвет, комплектацию, пробег. В общем, обговорили с вами все нюансы. Идем, смотрим данные модели. Абсолютно все, которые стоят из всего. Выбираем самый лучший вариант. Семнадцатый год. Один миллион сто девяносто пять. Перечеркнуто указано сто шестьдесят пять тысяч. Какой-то такой редкий экземпляр у нас стоит. Давненько я таких автомобилей не встречал. Это Тойота Бельта. 2009 год. Пробег девяносто девять тысяч. Двигатель один литр. И стоимость семьсот тридцать пять тысяч. Стэп-Вагн. Семнадцатый год. Один миллион семьсот девяносто девять тысяч. Наверное, в следующих видео пойдем и сделаем... Возьмем минивены. Возьмем автобусы. Возьмем хэтчбеки. Возьмем седаны. Потому что давненько такого не было. Так, я напоминаю. Подписываемся на Дзен. Поддерживаем. Алгоритмы на Дзене сложные. Пока для меня они не особо понятны. Но потихонечку буду разбираться. Сиента. Двенадцатый год. Полтора литра. Передний привод. Три с половиной балла. Стоимость восемьсот сорок пять тысяч рублей. Ну вот здесь, конечно, цена... Цена полтора миллиона. Большая цена. Я бы сказал, даже очень большая цена. Видите, одна из многочисленных стоянок. И сколько много... Сколько много автомобилей. Так, что еще взять? Возьмем везель. Везель это гибрид. Семнадцатый год. Z-каз Z это максимальная комплектация. На роботе. Гибрид идет на роботе. Восемьсот девяносто девять тысяч рублей. А пятьсот тридцать тысяч четыре в ВД. Такой вот кейкар. Отдыхаться. Фрид. Фриды, кстати, немного подупали в цене. То есть за Фридов просили... Бывало просили и по миллиону. За девятый, десятый, за одиннадцатый год. Вот данный экземпляр. Приветствую. Девятый год. Семьсот шестьдесят пять тысяч. Мазда, десятый год. Цена не указана. Еще один ноут стоит. Так, ценника я на ноут не вижу. Фит, старый кузов. Тоже цены нет. ИСИС цена один миллион триста пятьдесят тысяч. Кстати, рекомендую. Вот автомобиль очень хороший. Многие тоже, знаете, сравнивают, что брать. Либо ИСИС, либо ВИШ. У меня был в пользовании и ИСИС, и ВИШ. И если бы я сейчас выбирал данную модель, я бы остановился все-таки на ИСИСе. То есть мне этот автомобиль нравится больше. Так, это у нас Филдер. Ценник спрятали. Стоит несколько автобусов. Ниссан Сирена. Пятнадцатый год, два литра. Кстати, вот Сирены, это самый дешевый микроавтобус. То есть ценник, конечно, хорошо отличается между Сиренами, Ноохами, там, Вокси, Экскваерами. Субару ХВ. Шестнадцатый год. Тоже без цены. Вот, ну что, на сегодня будем заканчивать. Как видите, ценник реально падает. Плюс, продавцы еще торгуются. Вот, скида, конечно, там по сто тысяч. Но это в порядке, наверное, исключение. Да. Но скидки на автомобили есть. Один миллион двести тысяч рублей. Как раз уже дошел на выход. Давайте еще возьмем Везель. Как видите, это свежий Везель. Возьмнадцатый год. Полтора литра. Гибрид плюс четыре ВД. Аукционная оценка четыре балла. Один миллион семьсот тридцать тысяч рублей. И вот у нас еще стоит тоже интересный автомобиль. Это Хонда Стрим. Одиннадцатый год. Объем двигателя один и восемь литра. Один миллион шестьдесят пять тысяч рублей. Друзья, на сегодня заканчиваем. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем хорошего настроения.